Всем доброго, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо. У нас тоже все по-старому. Сегодня у нас пятница, 1 декабря, первый день зимы. Уже все. Декабрь настал, через месяц уже Новый год. Кот так быстро пролетел, даже незаметно. Сейчас я завтракаю. У меня поздний завтрак. Булочка со сметаной и капучину. И решила уже включить камеру, снимать блог. Ну, что получится за сегодня, потому что вообще у меня было много что сделать в планах на сегодня, но отменила, потому что с утра себя чувствовала не очень. Утро я как бы пропукала, можно сказать. Сейчас у нас обед. Обеденный перерыв. Уже второй час дня. Я только завтракаю. Вчера я была у дансиста. Мне, слава богу, не достали зуб, потом должны были достать. Дансист сказал, что можно будет сохранить на время этот зуб, пока не настолько боль есть. Потому что этот зуб, который мне должен был достать, он уставной. Это не мой зуб, как бы и под ним есть чуть-чуть кариес, который надо было убирать. Но он сказал, что, чтобы убрать этот кариес, конечно, нужно достать этот зуб. Но, говорит, пока если у вас очень сильно боли нету, пока мы оставим, потому что возле него у меня зуба нету. И говорить, как бы, еще время самим зубом не получать. Плюс это жевательный зуб. И как бы, лучше пока пусть будет. Ну, я, конечно же, обрадовалась, само собой. Но, кроме этого, еще у меня сверху зуба, зуб мудрости, которая испортилась я чуть-чуть. Кариес точно появился, и он мне его подлечил. И все. Но этот зуб настолько у меня был чувствительным, что мне пришлось сделать две дозы анестезии. И, если честно, после второй я сегодня очень хорошо чувствовала. У меня все лицо, голова онемела. Ну, это само собой. Просто, наверное, не в ту точку попало, не что-то, не знаю. Но, я как вышла, у меня голова уже не началась, тошнота. Такое ощущение было, что я в обмороку пойду. Вчера я пошла домой, я легла, отключилась, потому что потом мне начало чуть-чуть болеть это место. И где-то до вечера я не могла ни пить, ни есть, так как у меня это все было не мешая. Короче, ужасное состояние было. Сегодня я тоже с утра чуть-чуть не очень себя хорошо чувствовала. Плюс головная боль. Я думаю, это может от погоды. И, в общем, вот так. У нас погода похолодала уже. Снега пока нет. На воскресенье вроде бы показывают, что пойдет снег. Ну, посмотрим. Я думаю, будет мокрый снег, который нас не садится вообще. Сегодня после обеда хочу воспользоваться. Несмотря на то, что я себя не очень так чувствую, слабая шутка. Пойду, хочу посмотреть маме подарок. Потому что у нее воскресенье, день рождения. И хочу пойти посмотреть, что есть, что нет, что купить. Сегодня, как бы, этот день потрачу, ну, 1-2 часа, 2-3 часа, погодите, выведу на это. А завтра я пойду уже закупаться за продуктом. Вот я все не хотела это сделать, но я не смогла пойти. Поэтому, наверное, отложу на завтра после обеда. Потому что с утра валика тренировки приведу, накормлю и заберу к родителям. И оставлю родителей спокойно пойду. Ну, конечно же, завтрашний день будет ужасным. Потому что по субботам очень много людей в магазинах. Но надо, потому что когда я знаю, что что-то нужно сделать, я не могу откладывать. Разве там не сказал, пойдем вместе в понедельник. Ну, посмотрим, в общем, как будет. Если будет необходимо, то пойду завтра, чтобы не терять день. Я вчера получила, наконец-то, эту свою пасолочку. Ну, это предпоследняя. Ну, я ее открыла. Я вам покажу, что я получила. Значит, в этой пасолочке я заказала этот комплект. Еще вот такой комплект елочных петрушек. Такие разные. Все в блестках вся коробка. И второе то, что было. Вот. Вот это юбочка пасолочкой. Я ее не открыла. Сейчас мы сейчас пенем. Становим ее в эту сторону. Ножки по виду кривой. Носишь? Вот так она под елочку. И тяжесться, ножки будут на полу. Я думаю, неплохо будет видеться. Ничего. Жду не дождусь, когда елочку мы украсим. И посмотрим, как будет это все смотреться. Ну, с такой качественной, прочной. Тоже, надо было бы хватить. Вот так вот послужим. Разочи равненько я принесу елочку с игрушками. Куда нет? Я на один день раньше на Рождество поставлю. Где-то 23-го. Ну, не сейчас точно. Ноги уже поставили, елочку упрасили, но я пока не хочу. Так спешить не хочется. Поставлю после 20-го числа. Разочистку. Плюс нужно подумать, как поставить, потому что там у нас сзади а теперь тренажерный вот этот стульчик со своими этими штуками. И, наверное, надо будет этот тренажерный стульчик выбирать, сложить, в угол поставить, чего не мешал. Ну, там поставлю, где я всегда ставлю елочку. А то с этим тренажером не поместится. В общем, вот такие дела, друзья. Ничего другого, нового нету. Пока что. Пока все поставлю. Хочу на днях проведить в прямой эфир на ТикТоке. Если кому будет интересно, подпишитесь на мой ТикТок. В описании ссылка, кажется, есть у меня. Ссылка на ТикТок. Подписывайтесь и пообщаемся. Потому что на Ютубе толку я не вижу. На Ютубе так не заходят люди, как в ТикТок. И, может быть, на днях я и загляну. Так что подключайтесь и пообщаемся. Не знаю, что-то еще хотел сказать. Не помню, что. Что за? Сейчас попачку? Приведу штучки на мой порт. Не пойду. В общем, сейчас я, в общем, покушаю. Не буду время терять. И переоделюсь и пойду в магазины. Чтобы что-нибудь купить. Надеюсь, что-нибудь попадется. Не придется мне долго ходить и искать. Ну, например, есть что-либо. В уме есть что купить. Ну, я надеюсь, что я найду. А если нет, придется что-то уже другое. Пламбой искать. Я уже оделась по «завтраковым» в кавычках. Быстро-быстро. Поела и одела вот это платьице моё. Надеюсь, мне холодно будет. Один всю пальту. Несмотря на то, что это пальто. Такое очень теплое. Трагич. Как сейчас говорят. Рассказываем пальтушку. Нормально. И шарф. Что-нибудь теплое. Шарф я никак не завязываю. Просто накидываю, чтобы... Начинаете. Уже три дня подряд уже больше. Этот голос у нас в доме. С утра до обеда. Потому что в обед они идут кушать. И вот. Еще двух нету. Загнавляю вот этот звук. Этот звук манер действует. И до вечера. Ну, до вечера, до конца рабочего дня. Пока не закончился. Я сейчас хочу вас поставить. Потому что у нас не могу кашелек свой заквинуть. Так. Они на улице. С внешней стороны. Балконы ломают. Не знаю почему. Меняют все там вообще. И вот что вот это все ломают. Голос такой идет. Сильный ужас. Очень приятный голос. Все. Я надеюсь, я ничего не забываю. Мне жарко стало. В общем, пошли. Пойдем. Тихо. А, включат машины. Где моя другая куртка висит. А, мне жарко. Мне започтение, что у меня температура. Скоро мне шкаф. Сегодня детям одела шапки. Нас сильно заставила ходить в шапки. У нас очень плохой тут вирус. Связанный с бронхами. И большинство детей все болеют. Пошли. В общем, в первую очередь я поеду. Фуанкаре называется. Здесь небольшой, маленький торговый центр. В кавычках. Где марковые вещи продаются. И там хочу посмотреть что-нибудь в стиле трейча. Вот курточки такой. Ну, на каждый день. Не дуту, конечно же, все, что молодые носят. Нет. А что он такое для взрослых. Что он такое красивое. И было бы и в выходной, и на каждое дневное тоже. Хочу, что он такую вещь посмотреть. Если ничего не найду в таком стиле, то тогда уже что-нибудь другое придется искать. Но я надеюсь, что найду что-то будет. В этом магазине, я думаю, будет. Что-нибудь подходящее. Кстати, насчет посылок. Посылка мне чуть-чуть с опозданием пришла. Вчера зашла на этот сайт, где можно прослеживать свою посылочку. И когда я зашла в опцию проследить посылку и мог посмотреть, где она находится. Там было написано, что ее обратно возвращают отправителю. И причина тому, что, оказывается, адрес неправильно был указан. У нас номер 23 улицы, а там было написано 22. Это я ошибочно записала уже сколько времени и забыла переправить. Вчера все переправила. Но так как посылка уже была отправлена, на этой посылке я не смогла бы адрес переправить. Оказывается, они на почту забрали. Почта выбила мой адрес, так как я уже в почте записана и все. И они мне принесли, в общем. Я думала, уже не принесут. Обратно отправят, потом заново заказываю. И как-то, если честно, мне уже лень было и заказывать, и уже не хотелось. Может быть, ничего такого нету в этом. Ну, я как бы рассчитываю, да, как я елочку крашу, да, что на ней будет висеть, как мне плохо видно. Только на голове не включу. И очень хотела, чтобы все вовремя пришло. Еще одну посылочку тоже жжу. Там я заказала две вещи, кажется, посуду. Тарелочки. Я вам что говорила, одноразовые для Нового года. И штатив. На пробку взяла. Посмотрите, какое будет качество. Это уже придет сейчас, в декабре. На следующей неделе я думаю, должен уже прийти. И все, в этом году я уже больше ничего не закажу. Уже посмотрим на следующий год. Буду тестировать. Хочу уже заказать потом постельное белье. Очень красивое постельное белье. Есть для детей, для взрослых. Вообще. И хлопок тоже есть. Самое главное. Потому что главное хлопок был. Потому что кроме хлопка я ничего не беру. Другой материал нам не нравится. Разве вообще не любит, когда вот такой шелковистый материал. Клеющийся мне не нравится. Но сейчас мне тоже не нравится. Поэтому я стараюсь брать хлопок. Так. Пожелайте мне удачи, чтобы что-нибудь я нашла. Давай, давай, быстрее едем. Сейчас припаркуемся. Я, наверное, внутри. Видите, что-то переменяли здесь, а? Название другое сделали. Почему? Потому что не прогожили. В общем, я внутри вряд ли буду снимать, ребят. Потому что как-то неловко. Друзья, мне повезло. С первой же разы я смогла приобрести подарок. Я взяла тоже тренч. Черный. Марка сюрриз. С сюрриз называется. Конечно, хотела курточку взять, что-нибудь еще теплее как бы. Но сейчас в моде эти пальто тренчи. И я уже взяла. Плюс здесь на воротнике все меховое. И я думаю, что неплохой будет подарочек. На каждый день как раз такое пальто. И на выход можно одевать, и на каждый день так удобно. Оно черного цвета все. И такое ничего блестящее на нем нет. Я думаю, что мне нравится, если нет, он сможет пройти, и так поменять, и взять себе что-нибудь другое. Так, отсюда не смогу выехать. Ну что мне делать? Что-то резонит отъехать. Что-то попробуем. Что-то попробуем. Вот только одна пара обуви. Больше нет. Все, что у него ботасы есть, они все на него маленькие. Недавно я ему еще брала одни адидасы белые. Они вообще один-два дня он поносил. У него ноги все натерлись. И после этого он не одевает. Просто ему больно. И мы ему взяли же черные адидасы. И кроме этих ботасов у него нету больше. И до этого я уходила, они себе найки. Такие теплые тоже, крупные. Я ему сказала, когда похолодает, когда едят губи, потому что у него очень сильно потеют ноги. Вот как раз сейчас такая погода, что подевать ботинки. Теплые ботасы. И вот сейчас я пойду. Я надеюсь, что они будут в магазине. Его размер будет, если не нужно просто заказать. И возьму ему эти ботасы. И Машке заодно посмотрю ботиночки. Еще одни, но потеплее. У нее там ботинки есть, но они еще такие, ну, не очень тепленькие внутри. И посмотрим, может попадутся мне все-нибудь хорошие. Потеплее. Ботиночки. У нее ботасы есть. Такая штиня на ботасы. Но, что-то еще раз я надеваю. Куда ходу, время гимнастики. И когда в основном, если спортивки надеваю. Вот так большое. В основном ботинка ходит. И чтобы на замену у нее было. И вот такие дела. Так что я надеюсь, что сейчас это тоже я все найду, куплю и поеду уже домой. В том же за детьми. И как бы на сегодня моя гулянка закончилась. Как будто такая пасмурная. Солнышко, вообще нету тучи. Серое небо. Быстро эта зима тоже пройдет. Пускай, чтобы уже весна не стало. Лето. Так я люблю лето. Весну. Но прошлый год. Не прошлый год, а в этой весной. Прохладно было. Вообще не почувствовали весну. Холод подошел. Было резко жарко стало. Так, где мне сейчас остановиться? Сейчас, что нету. А, ну, вот здесь остановиться. Тихо, тихо. Эй, чувау. О-ло-ло. С разгоном едет и... Так. Туристы. Не обращайте внимания на то, как я пою. И иногда бывает от того, что я в стрессе, и я из-за этого начну петь. Потому что не обращайте внимания на мое пение. Я знаю, я не умею петь. У меня голоса нету вообще. Так, давай здесь припарку сну. Руки не давать. Друзья, мы пришли домой. Дети тоже дома, наконец-то. Сейчас быстренько хочу показать, что я купила, чтобы потом посадить детей кушать. Так, пока я покажу обувь. Альку я взяла на руки. Вот такие. Это что я хотела? Я надеюсь, размер тебе пойдет. Дай, ну, пример. В этом же магазине я взяла вот такие бонсы, как у меня. Вот тоже хотел. Теперь я взяла как раз они были. Там ботинки нет. Да, это будет чуть-чуть. Ну, это тоже. Все. В этом магазине больше ничего. Потом пошла я ваше. Все ломашки, ботиночки вот такие. Ну, вроде бы теплые. Кроме того, я ничего не нашла нормального. Утеплено внутри. Примерно. Только оттикет не стирай, да? Смотри, вот так. У-у-у. Скрипеть. Ну, увидела себе какую красивую сумочку купила. Большое ме тоже. Утеплено. 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 Я еще не могу это слово произносить. Мамаш, тут тоже нет. Так он. Воскрой шнурки. А как она у нас? А-а-а-а. Вот такую. Я давно на эту сумку положила глаз. И все время говорила, потом себе возьму, потом возьму. Я взяла в этот раз как раз и была. Ну, они уже брали с витриной. Я уже думала, что не будет, но слава богу оказалась. Вообще-то надо снять. Вот такой кармашек один. А-а-а-а. Да. На каждый день очень красивая сумочка. Плюс у нее вот такая ремешочек тоже есть. А без ремешка, конечно, для не взяла. Такой ремешок. Смотри, как тебе, мам? Папа. Это только для кошелек нам зайдет. Кошелек, телефон зайдет. О! Кейсер. Пойди. Ну, встань, посмотри, как надо. Кошелек. А, ну! Мам, ты принесла тай, который я... А, смотри, какая красивая себе, да? Таради тоже. Просто мне вот это не нравится. Это надо будет что-то сделать. Мама, это тоже. Кошелек. Нам, вы держите, он тай. Ой! И эти... Мишенцерили, есть у coast of colour, это вот так. Высокие? Да. Ну да, потому что у него... Затой тепло будет для тебя. Играет музыка. 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 Друзья, вот так они выглядят на ногах. Очень красивые. И Леша говорит, очень удобные, да? Знаете, носи на здоровье. Да, ты их хотел. Но мы видели в белом свете с черной надписью. И в этот раз не было. И как раз черные попались. Я думала, черные еще лучше. На все пойдет. Мне очень тоже нравится. Очень красивые они. И теплые, да? Мари, а ну ты не хочешь? Почему? Машка не хочет. Она одела, примерила. Примерила. Говорит, хорошо. Вот такие. Ну, такие ботиночки я и уже брала в прошлом году тоже. Да, не? Почти такие же у тебя были. Все. И последнее, что я взяла, это сережки я себе купила. Девушка, которую буду носить на каждый день тоже. Вот такие сережки. Мама, сережки тебе прости, я пока не хочу делать. Ну, чтобы девушки не болели. Тебе эти не нужно. Ну, такие взяла на каждый день. Нужно это хорошо ставить? Больчики. И все. Мам, вы с ним. Вот это, что я сегодня купила. И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем желаю хорошего вечера, всем спокойной ночи, не забывайте ставить лайки, подписываться, кто еще не подписан, пишите комментарии обязательно, и всем пока, ребята, до скорого!